Трипл Эон один, большой, прекрасный. У лизинга вы смотрите вот сюда. И чем ниже мы идем, вплоть до Д, Д это уже дефолт. Там у микрофинанса сюда. Это работают профессионалы, эксперты с многолетним опытом работы. Дело в том, что мы методологии не просто так придумываем. Рад всех приветствовать на канале Делают Инвестиции. Уважаемые инвесторы, действующие потенциальные имитенты, мы специально для вас начинаем серию интереснейших роликов про биржевую инфраструктуру. И невозможно говорить о бирже, о фондовом рынке, о размещении облигаций без обсуждения и упоминания такого важного инструмента, как кредитный рейтинг. Часто читаю в чатах, что инвесторы говорят, что рейтинги не отражают. Реальную картину финансового состояния имитента, вообще зачем они нужны, что это такое, кто их пишет, кто их составляет, каким образом. С другой стороны, имитенты спрашивают, а зачем нам рейтинг, можно ли разместиться без него, что он дает, какие подходы. Ну и, конечно же, кто может ответить лучше, чем непосредственно рейтинговое агентство. И у нас сегодня Гульнас Галиева в гостях, представитель, как я говорю, самый консервативный рейтинговый аналитик. Из рейтингового агентства «Эксперт Рагульнас», привет. Спасибо, что ты к нам пришла. Спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, хотелось бы начать, наверное, с базовых понятий, чтобы наши зрители понимали, что вообще такое рейтинг, откуда он взялся, для чего он нужен. Да, кредитный рейтинг – это мнение рейтингового агентства о способности имитента исполнять свои обязательства. То есть по-простому, может ли компания исполнять свои долги и вероятность дефолта, с какой вероятностью компания может дефолтнуть. Собственно, для того, чтобы оценить кредитоспособность компании, рейтинговое агентство использует свою методологию, оценки кредитоспособности компаний, раз мы говорим сейчас про компанию имитентов. При этом какие-то подходы могут отличаться, но глобально инструменты схожи у рейтинговых агентств. Конкретно у нас, например, если мы говорим про оценку кредитоспособности компании, мы оцениваем три основных блока. Это бизнес-блок, где мы смотрим на конкурентные рыночные позиции компании, где мы смотрим на концентрацию активов, где мы смотрим вообще на рынок. Финансовый блок оцениваем долг и ликвидность основной, раз уж мы говорим про кредитоспособность. Рентабельность, подверженность валютным рискам. И блок оценки корпоративного управления. Здесь мы смотрим на структуру собственности, качество управления, стратегическое обеспечение и качество риск-менеджмента. Собственно, вот из совокупности этих оценок складывается итоговый рейтинг компании. Хорошо. А вот рейтинговая не шкала, а методология, да? Она для всех сфер деятельности у вас одинаковая? Ну, вообще у рейтинговых агентств или какие-то делаются различия? У лизинга вы смотрите вот сюда, у микрофинанса сюда, у реального сектора вот сюда. Ну, в целом ты прав, да, примерно вот так оно и есть. Действительно, у рейтингового агентства достаточно большое количество методологий в зависимости от того, что является объектом рейтинга. Если мы говорим про имитентов облигаций, да, и представителей долгового рынка, то, как правило, это корпоративные клиенты, и мы к ним применяем методологию оценки кредиспособности нефинансовых компаний, ну, или холдинговых компаний, да. Помимо этого, да, есть отдельные методологии для оценки кредиспособности банков, лизингов, МФО, регионов, ESG, то есть под каждый тип компании, да, у нас есть своя собственная методология. Ну, вот, вы провели процедуру рейтингования, там, провели комитет, присвоили рейтинг, и вот он выражается в каких-то загадочных буквах. Там где-то одна буква, где-то две, где-то три, потом оказывается, что там еще есть плюс и минус. Вот, можешь про шкалу эту рассказать, и в чем ее смысл, чем отличаются там те или иные буквы, мы еще не коснулись, что есть там всякие С, Д и так далее. Вот, расскажи про это, пожалуйста. Да, действительно, шкала, она так, для упрощения понимания, да, где находится компания оцениваемая, и как они, вот эти оцениваемые компании, распределяются внутри этой шкалы. Соответственно, для того, чтобы было проще всего ориентироваться, там, возьмем по аналогии, там, не знаю, алфавита, да, А — это наивысшее, и, соответственно, ААА — это является самым высоким уровнем рейтинга. И чем ниже мы идем, вплоть до D, да, это уже дефолт. Соответственно, для удобства вот они так распределены, чтобы вот ориентироваться можно, да. Соответственно, внутри категории, у нас есть категория 2А, А, 3Б, 2Б, ну, и дальше там, С, Д, вот, это же совсем... Посмотрю, ты импортозаместила терминологию Трипл-А, А, А, Трипл-Б на 2А, 2Б. Это мы говорим про категорию, да. Это категория, внутри категории есть уровни рейтинга, да. Мы говорим категория и уровни. Внутри категории есть уровни, соответственно, с минусом, без знака и с плюсом, да. Очень по-простому объясняю, да, там, условно, 2Б минус, 2Б, 2Б плюс. И так в каждой категории, вот, кроме Трипл-А, Трипл-А он один, большой, прекрасный. Да, да, у Трипл-А не бывает там плюс-минус? Не бывает. Трипл-А, он уникальный. Так же, как у дефолта тоже не бывает плюсов и минусов. Угу, то есть дефолт с положительным прогнозом не бывает. Нет, не бывает. Понятно. Хорошо, ну, вот, кстати, стоит дополнить, наверное, еще, что помимо плюс-минус, обычно после вот этих буквенных обозначений вы пишете там прогноз стабильный, прогноз развивающийся. Негативный. Да, а вот что означает прогноз развивающийся? Что вы видите перспективу имитента, что он может там скоро вырасти или как? Нет, это не обязательно про вырост. Если мы видим перспективы улучшения позиции, то это про позитивный прогноз. Если мы говорим про там потенциальные какие-то ухудшения, которые мы закладываем, да, риски, то это негативный. Развивающийся он такой, может рейтинг развиться как в сторону положительную, так и в негативную сторону. Поэтому здесь важно не просто прочитать, да, что прогноз развивающийся, но и прочитать в пресс-релизе обоснование, что конкретно подразумевается под развивающимся прогнозом. То есть развивающийся – это примерно как финансисты называют отрицательная динамика роста, да? То есть он может развиваться в противоположном направлении. Понятно. Хорошо. Ну, если переходить к некой уже, так сказать, жизненной составляющей, вот сколько имитенту стоит закладывать времени на получение кредитного рейтинга? Там, я не знаю, можно ли его получить быстро, либо нужно сначала как следует подготовиться, потому что ты описывал там разные факторы, на которые вы смотрите, особенно корпоративная структура. А мы понимаем, что если брать особенно компании сегмента МСП, то у них обычно там советов директоров нету, комитетов по аудиту, там, рискам и так далее тоже нету. Вот стоит ли им это сначала все дорабатывать и приходить, либо на телесообразность сначала прийти, получить какой-то, так сказать, первичный рейтинг, в том числе прочитать про там сильные и слабые стороны, понять, что улучшать, и дальше уже им заниматься, развиваться. И сколько на это потенциально может потребоваться времени, ну, конечно говоря, про непосредственно ваше агентство? Если компания приходит к нам за рейтингом, то с момента получения всей информации у нас в среднем уходит на работу полтора-два месяца. И это при условии, что компания всю информацию подготовила, она оперативно работает с нами в коммуникации, то есть не пропадает куда-то. И, соответственно, если вот вся история так ровно, стройно проходит, то мы в полтора-два месяца укладываемся. Действительно, если мы говорим про компании МСП, то у них корпоративный блок, он достаточно слабый бывает, потому что отсутствует совет директоров, отсутствует какой-то коллегиальный орган управления при принятии решений. Но это не означает, что за счет того, что отсутствует этот блок, мы сильно быстрее их прорейтингуем. Нет, как раз таки бывает так, что… Нет, вы просто им за это сильно снизите. Мы в любом случае эти вопросы обсуждаем с ними, мы в любом случае обсуждаем, как принимать решения в компании. Это концентрация принятия решений на одном человеке, и тогда это определенные риски. Либо есть какой-то коллегиальный орган, и не один, может быть, и это в том числе и в небольших компаниях мы видим. Соответственно, по поводу второй части вопроса. У нас есть здесь разные компании. Есть компании, которые приходят за рейтингом, чтобы посмотреть, что они себе сейчас представляют. И мы им, соответственно, присваиваем рейтинг. У нас достаточно подробные пресс-релизы, где указаны все факторы, которые оказывают позитивно-негативное влияние на уровень рейтинга. Компания получает этот пресс-релиз. Да, рейтинг может быть низковат, не тот, который они там себе хотят. Но компания по пресс-релизу видит, собственно, и по коммуникации с нами, какие у нее слабые и сильные стороны, над чем нужно работать. Компания берет это в работу и идет, нарабатывает, улучшает те точки роста, которые, собственно, подсвечены. После этого в следующий цикл актуализации, например, компания уже может прийти с какими-то доработанными историями. И если это какие-то существенные серьезные изменения, то, да, рейтинг может быть пересмотрен. Вот такие кейсы у нас есть, когда компания исключительно входит даже не для того, чтобы сейчас разместить облигации и пойти на фондовый рынок, а для того, чтобы поступательно расти. И такие примеры у нас были и есть. Мы такое поддерживаем. Вот два вопроса. В продолжении того, что ты сказала по поводу как раз этой всей оценки корпоративной структуры. Я же правильно понимаю, что для крупнейшего бизнеса и для малого-среднего примерно у вас же методология одинаковая. То есть, МСП изначально заходит с потенциальным снижением рейтинга за счет того, что нет этой корпоративной структуры. Или все-таки как-то учитывается, что компания еще не доразвилась до того, чтобы делать совет директоров, поэтому мы там занижать не будем. Или все равно что-то вы за это какие-то баллы снимаете. Здесь нужно смотреть в фундаментальность методологии. Дело в том, что мы методологии не просто так придумываем. Мы рейтинговые агентства находимся под регулированием Центрального банка. И мы работаем под федеральным законом, который диктует нам требование, что все рейтинги должны быть между собой сопоставимы. И методология в рамках одной, если мы говорим нефинансовой компании, соответственно, ко всем компаниям внутренней финансовой методологии предъявляются единые требования. Поэтому, да, мы часто слышим, ну что вы там у этих МСП оцениваете? Совет директоров его же там нет. Зачем? Или зачем вы про это пишете в пресс-релизе? Но это обязательная оценка в рамках нашей методологии. Мы должны ее оценить. И мы должны об этом написать. Потому что в пресс-релизе все существенные моменты должны быть описаны. Это тоже требования регулятора, требования законов. То есть это стандарты ЦБ, которые вы просто должны выполнять? Конечно. Это обязательно. Чтобы рейтинги были между собой сопоставимы, к ним их должны оценивать по единым требованиям, по единым показателям. Поэтому, да, у многих МСП нет совета директоров. Но мы этот показатель оцениваем. И это в том числе показатель риска, как я уже ранее говорила, например, принятия решений. Если, окей, нет совета директоров, но мы говорим про какой-то коллегиальный орган, например, правление внутри компании, это уже попроще, чем совет директоров. Но и такого может не быть. И решение принимает, например, собственник, который является генеральным директором. И он один. И концентрация на одном человеке по принятию решений – это высокие риски. Соответственно, когда есть коллегиальный орган, эти риски размываются. Есть какие-то там другие структуры управления, которые участвуют в принятии решений и в развитии компании? Ну, соглашусь. Тем более, вот буквально за последние несколько недель на рынке был ряд, так сказать, громких историй, когда у имитента, там, собственник, он же генеральный директор, назовем так, попадал в неприятную ситуацию, которая его исключала из бизнеса на неопределенный срок. И все управление в компании, как говорится, было парализовано. Начинается там тех дефолт, потом, кто знает, какой еще дефолт. Ну и вообще, в принципе, бизнес непонятной перспективы. А если эта компания уже на фондовом рынке, там, с задолженностью, да, то могут быть неприятные моменты для инвесторов, в первую очередь, с невозвратом. Я вот здесь еще добавлю, вот по нашему опыту могу сказать, что нельзя недооценивать корпоративные риски, потому что многие считают, что, ну, зачем нам совет директоров, зачем нам правление, мы и так сами с усами. Но вот по опыту взаимодействия с компаниями, и в том числе теми, которые допустили дефолт, можно сказать, что вот то самое, именно вот недоработка, что ли, да, недостаточное внимание развитию корпуправления оказывалось кругольным камнем вот в допущении тех дефолтов. И дефолтов тоже. Потому что настолько невыстроена система принятия решений, ответственности за свои действия, да, и это все корпкультура в том числе. И если это невыстроено, то вероятность того, что компания дефолтнет, она достаточно, ну, повышается. Поэтому у компании даже могут быть деньги, но просто нет дисциплины, там, управления долговым портфелем, невыстроена корпсистема, и вот мы видим тех дефолт, например. А вот если такой легкий офф-топ, как модно говорить на фондовом рынке, вот как ты оцениваешь для рынка в целом больше плюс, что компания МСП становится на этом самом рынке все больше. То есть, ну, дебютанты, новые эмитенты из сегмента малого-среднего бизнеса выходят на рынок. Вот это больше плюс, потому что они там дозрели до фондового рынка, они понимают перспективы, что это альтернативный источник фондирования, который там, да, несет публичность, но больше возможностей, и они, соответственно, выходя, понимают, что им нужно развиваться, там, вот, все это выстраивать, то есть, как бы, потенциально малый-средний бизнес идет в сторону развития, в том числе внутреннего, там, корпоративного. Или это больше для рынка риски, что выходит вот как раз компания, у которых там в основном все сконцентрировано на одном собственнике, который в любом решении, там, собственно говоря, определяет, куда идти, что делать, и если случаются какие-то непредвиденные ситуации, то оказывается, что никто не мог ему слово поперек сказать, никто не может его заменить, в итоге, там, бизнес, как бы, уходит в проблему. Вот новые эмитенты МСП – это плюс для рынка или минус? Мы всегда являемся пропагандистами того, что рынок должен развиваться, и в том числе за счет новых имен. Если в целом посмотреть на структуру фондов рынка, то все крупнейшие имена уже давно на рынке. Даже если появляются какие-то новые имена, это достаточно точечная и редкая история. То есть рынок за счет количества новых эмитентов растет именно за счет среднего и малого сегмента. Мы не про объемы говорим, мы говорим про количество. Соответственно, приток новых компаний – это, собственно, расширение, в том числе, фондового рынка. Мы знаем, что нам стоит большая стратегическая задача наращивать фондовый рынок. Поэтому это хорошо, но, как и у любой такой задачи, проекты, есть и свои риски. И есть определенные риски того, что придет какой-то нерадивый МСПшник, украдет все деньги и уедет. Есть и есть, конечно. Но именно для этого мы и говорим с вами про рейтинги в том числе. Что есть определенные индикаторы на рынке, которые позволяют оценивать, ранжировать критиспособность компаний и помогают инвесторам принимать решения, кому доверять свои деньги, а кому нет. Вот как раз и хотелось перейти к вопросу, почему рейтинг так важен, в первую очередь. Вообще при подготовке облигационного выпуска. Почему он важен? Потому что размещаться-то можно в целом и без рейтинга. Примеры мы знаем. В этом году кто-то выходил, сейчас на память не скажу, но в прошлом году такие примеры были. И у нас в том числе. Правда, эмитенты потом все-таки двигались в сторону получения рейтинга. Кто-то уже получил, кто-то в процессе. Так вот, тут этот вопрос хотелось разделить на две части. Почему рейтинг важен для эмитента и почему он важен для инвестора? Если оценивать в контексте облигационного выпуска. Да, действительно, ты прав. Компания может выходить на рынок без кредитного рейтинга. У московской биржи нет строгого обязательного требования для того, чтобы компания вышла именно с рейтингом. И такие компании обращаются, размещаются. Но у этого есть и обратная сторона. Они, как правило, дороже размещаются. И, соответственно, то, что они переплачивают за счет своих купонов, ставки свои, которые они устанавливают, это, по сути, получается даже иногда дороже, чем если бы они пришли, получили рейтинг и публично с каким-то там рейтингом выходили размещаться. Рейтинг нужен, в первую очередь, рейтинг нужен эмитенту, потому что кредитный рейтинг является неким таким маяком, индикатором, на который ориентируются эмитенты, когда планируют выпускать свои облигации. Им рейтинг нужен для того, чтобы попадать в котировальные списки московской биржи, соответственно, для того, чтобы поддерживать ликвидность, для того, чтобы был вторичный рынок, чтобы бумаги обращались, чтобы они покупались, продавались, и компания дальше могла выходить еще и еще раз на облигационный рынок. Поэтому, да, эмитенты тут, наверное, в первую очередь интересанты. Более того, сейчас достаточно расширяется перечень требований, вот уже много лет, да, по требованию наличия рейтинга для тех или иных историй. Где-то требуется уже два рейтинга от двух рейтинговых агентств. Соответственно, для инвестора это тоже маяк, тоже индикатор, да, на который он ориентируется при принятии своих инвестиционных решений. Здесь стоит отметить следующий момент, что мы, как рейтинговое агентство, напрямую общаемся с компанией. Мы получаем всю информацию, особенно даже в текущих условиях, да, если мы говорим про крупный бизнес какой-то, у которого информация закрыта, они нам дают все равно все, что нам нужно в рамках рейтинговой оценки, при этом они имеют право сейчас не раскрывать, не публиковать свою информацию. У нас есть доступ ко всей информации, мы общаемся с компанией, у нас есть обязательный этап в виде рейтингового интервью. И, соответственно, по сути, в текущей ситуации, когда информация закрыта, рейтинговые агентства являются единственным источником, по сути, публичной информации о том, что происходит в компании и как у компании обстоят дела. Поэтому для инвесторов это вот такой один из основных источников в ситуации, когда нет публичной отчетности, получить информацию. Если мы говорим про средне-малый бизнес, они так особо не закрывают свою информацию, потому что они не так подвержены санкционным рискам, но просто кто-то не привык публиковать. Например, по ним-то уже нет информации. Поэтому мы в первую очередь вот такой источник информации. И, соответственно, у нас есть наиболее глубокое погружение в информацию о компании, чем компания занимается, какие основные риски есть. И, соответственно, все это консолидировать, собрать. Это работают профессионалы, эксперты с многолетним опытом работы, для того, чтобы выдать в итоге заключение рейтинговое и, собственно, предоставить ее в публичную плоскость в открытом доступе. У инвесторов не всегда есть такая возможность. Да, действительно, есть инвесторы, которые имеют, например, экономическое образование и могут сами там взять отчетность и посчитать какие-то метрики. Но при этом у них нет доступа к стратегии, к финансовой модели, нет доступа к корпуправлению, нет доступа к какой-то другой, иной информации по уроничным конкурентным историям. И поэтому они не смогут заменить тот объем оценки, который проводит рейтинговое агентство. Одно другое не заменяет, одно другое скорее дополняет. Потому что все равно, когда инвестор покупает бумаги какие-то, это его риск, он у себя его берет. И мы в этом случае всегда говорим, читайте пресс-релизы. Релизы наши достаточно полные и отражают все основные риски, которые присущи компании. Исходя из того, что вы прочитали, вы как инвестор принимаете решение, вы готовы с этим риском дальше идти с этой бумагой, или вас конкретно этот риск не устраивает. То есть кому-то может быть долг и беда 7, это окей, а то, что есть валютные риски, например, не окей. То есть категория инвесторов тоже бывает разная. Поэтому одно другое точно не заменяет. Помимо рейтингового агентства есть и другие индикаторы. То есть есть аудиторское заключение, как оно написано, какие риски выделяет аудитор. Поэтому точно стоит использовать и опираться на то рейтинговое заключение, которое делает рейтинговое агентство, но при этом и самому следить и принимать решение взвешенно при инвестировании. То есть инвесторам важно читать пресс-релиз, читать внимательно, изучать, но все равно не забывать то, о чем ты сказал, что присвоенный рейтинг – это мнение рейтингового агентства. Оно не является панацеей от всех бед. То есть нельзя сказать, что если рейтинг присвоен, я прочитал его один раз, и все, я могу вкладываться на всю котлету, и ничего со моими деньгами не случится. Все-таки, как говорится, принимать индивидуальные инвестиционные решения каждый инвестор должен для себя сам, но опираясь на те источники, которые у него есть для анализа, рейтинговый отчет, аудиторское заключение, ну и сама отчетность. Ну и свои какие-то поиски. Я здесь, знаешь, еще добавлю, вот ты правильно сказал, что рейтинг – это не панацея, потому что у некоторых пользователей, инвесторов, да, возникает иногда вопрос, что, ну, рейтинговое агентство присвоило же компании рейтинг, значит, там все хорошо, но это не так. То есть нужно, вот как мы до этого говорили про шкалу, да, посмотреть, где в этой шкале находится та самая компания, о которой мы говорим. А, кстати, извиняюсь, я тебя прямо перебью. А вот в этой рейтинговой шкале вообще можно про кого-то из имитентов сказать, что присвоенный рейтинг говорит о том, что у него все прекрасно и так далее, потому что, ну, как бы вероятность дефолта, она там, да, уменьшается по мере роста рейтинга, но она же и в ААА как бы теоретически остается. Да, конечно, да. То, что компания получила кредитный рейтинг у рейтингового агентства, не дает ей сразу там медальку, что она идеальная, прекрасная, и у нее не может быть дефолта. Нет, это не так. Компания сама приходит в рейтинговый агентство и заключает договор. Более того, в договоре компания прописывается, что компания несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, потому что мы не аудиторы, мы не перепроверяем. Мы какие-то срезы делаем там, где у нас вызывают вопросы, но глобальную отчетность мы не перепроверяем. Это не наш функционал просто. И, соответственно, замечание в адрес рейтинговых агентств, что ну как так вы могли им присвоить, оно немножечко необоснованно, потому что компания сама пришла, заключила договор, и ее оценили вот таким образом. По поводу того, что есть наилучшие или наихудшие какие-то компании. Действительно, если смотреть на шкалу, то ее нужно сопоставить, что смотрится дефолтов, исторической и в каждой категории своя вероятность дефолта. И теоретически она есть и в ААА, конечно, тоже. Но если посмотреть на нашу рейтинговую шкалу и посмотреть, какие компании находятся в ААА, то это прям мастодонты, у которых большая доля рынка, у которых достаточно устойчивый финансовый блок, сильный корп управления. Более того, так как мы говорим про рейтинг критиспособности, в нашей методологии наибольший вес приходится именно на финансовый блок. Он самый тяжеловесный, и долг, ликвидность имеют самый больший вес при оценке. Вот я хотел отдельно про это спросить, но стеснялся. Сейчас или потом задавать. То есть именно два основных раздела. Это, собственно говоря, долговая нагрузка, если простым языком говорить, какая она у компании зашкаливающая или, наоборот, очень низкая. Ну и, наверное, как раз корпоративное управление. Такие два больших блока, которые сильнее всего влияют на рейтинг. Ну это я, так сказать, с дилетантской точки зрения назовем так. Ну смотри, больше всего влияет финансовый блок. Вот конкретно в нашей методологии оценки нефинансовых компаний это 60%. Это много. Но в эти 60% входит долг, ликвидность, рентабельность, подверженность валютным рискам. При этом внутри финансового блока самый больший вес – это долг и ликвидность. Долг – это, соответственно, долговая нагрузка и процентная нагрузка. Ликвидность – возможность компании обслуживать свои обязательства текущие. И при этом у нас еще есть и количественные и качественные характеристики. Там есть ли пики погашения, есть ли какие-то там выданные займы непонятного характера. Соответственно, там достаточно большой чек-лист, по которому оцениваем ликвидность. Но вот они самые тяжеловесные в оценке финансового блока и вообще в целом общей оценки рейтинга. Опять же, пока не перешли к следующим вопросам. А насколько и в какую сторону влияет наличие и отсутствие у компаний, особенно если у нее есть группа компаний, консолидированные отчетности по международным стандартам? Что рекомендуется в этой части? Сначала сделать это МСФО, приходить или наоборот получить сейчас рейтинг по одной компании, дальше консолидируетесь? Как вы относитесь в агентстве к МСФО? К МСФО мы относимся очень положительно. Она вам нравится? Да, объясню, почему. Потому что у МСФО много преимуществ по сравнению с РСБУ. И тут даже, когда мы говорим про группу компаний, тут, конечно же, МСФО в приоритете, безусловно. Здесь, что важно учитывать, когда мы говорим про группу компаний. Здесь есть определенные риски для нас, как для оценивающей стороны. Мы можем не видеть весь периметр и все риски, которые присущи этой компании. И если мы говорим про группу компаний, лучше, если будет МСФО, вероятность, что компания получит более высокий рейтинг, она повышается. Почему? Потому что, когда приходит группа компаний, которая привыкла работать, например, имея 5 юридических лиц, и ей так удобно, потому что она получает какие-то субсидии на каждое юрлицо или какие-то еще преференции. И ей удобно доробить бизнес и так функционировать. Опять же, мы не аудиторы, мы не являемся аудиторской компанией. Мы не можем проаудировать и собрать вот эти отчетности условных пяти компаний и выдать какое-то финальное view, как выглядит условная консолидированная отчетность. Мы этого не можем сделать. Это не наш функционал, не наша компетенция. И, соответственно, если компания, эта группа компаний приведет на рейтинг одну компанию из группы, то здесь могут быть разные ситуации. Она может быть действительно основной, крупнейшей, и на ней все потоки, все долги, что важно. И вот она является флагманской, и ее рейтинговать — это хорошо и возможно. И в целом ничто нам не запрещает ее рейтинговать. Но бывают случаи, когда приходит к нам вот одна из компаний-группы, а там у нее есть какие-то выданные займы, где-то есть поручительства, нет поручительств, какие-то там связанные стороны по потокам, по выручке. И когда начинается вот эта вот паутина взаимосвязи между компаниями, которая непрозрачна, непонятна, не аудируется, то, конечно, мы за это штрафуем. И тогда вероятность, что компания получит пониже рейтинг. Это риски. Это риски для инвестора, потому что он не видит, соответственно, всю картину. Поэтому если обращайтесь к инвесторам, если вы видите такую компанию, будьте внимательны. А почему вот агентство не может по аналогу с банком, где кредитный аналитик получил группу компаний, собрал с них отчетности, сконсолидировал, составил заключение, и вот банк принял решение на кредитном комитете выдать, не выдать кредит. Вот это есть какие-то ограничения у вас и конкретные требования регулятора, что если группа компаний, то пока МСФО не дадут, мы группу не смотрим. Ну, только в контексте, что долг всей группы вы, конечно, учтете при рейтинговании, а финный результат не учтете. Нет, смотри, мы не можем смотреть группу компаний. Если к нам придет какая-то группа компаний рога и копытов, которая несколько юрлиц, и она говорит, мы хотим вот рога рейтинговать, мы ее будем рейтинговать. Из сельскохозяйственной отрасли, судя по названию. Там, кстати, часто такое встречается. Ну, окей, мы будем вот эти рога рейтинговать. Копыта останутся где-то за периметром, но получит компания определенный штраф за свою непрозрачность. Штраф, ты имеешь в виду, что вы их выставите на деньги? Или баллы снизите? Нет, баллы, да, спасибо. Нет, конечно, никаких денежных штрафов. Ну, мало ли. Пришли получать рейтинг, у вас нет МСФО, вот вам дополнительная сумма к оплате. Платите. Нет. Штрафы именно в баллах, да, в оценке. По поводу банков. Дело в том, что компания, когда работает с банками, вот группа компаний, если мы опять говорим, да, там зачастую банки выставляют лимиты на каждую компанию. То есть она смотрит отчетность вот одной структуры, посмотрела, выставила, тут посмотрела, тут выставила, посмотрела на все отчетности и, соответственно, тоже выставляет определенные лимиты. Ну, до конца там достоверно как-то сказать, как конкретно работают банки я не могу, потому что я не представитель банка, да, но исходя из там своего опыта, из опыта коллег и того, как то, что рассказывают компании, у нас немного все-таки расходятся методики анализа и то, как мы оцениваем. Поэтому здесь точно есть разница, и мы можем смотреть на группу компаний, но есть определенное но. Лучше, если это будет МСФО, потому что мы увидим все сильные и слабые стороны тоже. Все внутригрупповые обороты схлопнутся. Опять же, когда банки внутри себя делают какой-то там внутренней свою консолидацию, она тоже же не настоящая, она тоже какая-то комбинированная, управленческая, а это всегда там история сложили, внутригрупповые обороты не вычистили. И, соответственно, идет какое-то либо задвоение, либо, наоборот, при уменьшении каких-то моментов. Понятно. Спасибо. Кстати, а вот как наша... Отличается же российская шкала рейтинговая от международной? Понятно, что мы сейчас на международную особо не смотрим, но, тем не менее, у нас, как у государства, тоже какой-то там рейтинг кем-то присвоен, и если по международному, он где-то в районе дефолта, по-моему. Насколько я помню, международные рейтинговые агентства просто отозвали рейтинг России, и по международной шкале у России, ну, по крайней мере, от большой тройки нет рейтингов. Может быть, какой-нибудь, какая-нибудь страна, там, другая, там, захочет присвоить рейтинг России по своей международной шкале, ну, окей, это в целом возможно, тут нет каких-то препятствий к этому. А мы работаем по национальной шкале, конечно, да, то есть там, где мы говорим про национальные рейтинги, это национальная шкала, и в нашей шкале, соответственно, буквенное обозначение, оно очень схоже с международной шкалой. Собственно, ее специально в свое время делали похожей для того, чтобы интуитивно, по наитию, было понятно, о чем мы говорим, чтобы не с нуля все придумывать, когда велосипед уже, и зачем его придумывать, да. Ну, вот, соответственно, чтобы было понятно, чтобы был понятный переход и понятное сопоставление и понимание, что такое тот или иной уровень. Вот поэтому в свое время, когда создавалась национальная шкала, она у всех рейтинговых агентств, если вы посмотрите, одинаковая, просто у кого-то приписочка RU спереди, у кого-то сзади, у кого-то в скобочках, у кого-то большими маленькими буквами, но в целом все национальные рейтинговые агентства оперируют одной шкалой, да. Вообще вот рейтинг, понятно, для фондового рынка, для оценки риск-профиля компании, а помимо применения на самом фондовом рынке вот эмитенту где-то может быть полезен еще полученный кредитный рейтинг? Если он не планирует размещаться на бирже, ну вот получу рейтинг, мне это поможет где-то что-то, вот интересно, есть какие-то аспекты, где это тоже может быть полезно? Да, но при этом фондовый рынок все-таки очень много пользы дает, то есть это и котировальный список, и ломбарды, Алексею Лазутину привет. Кстати, Мосгорнобаджи у вас рейтингуется. Да, да. Алексею еще раз привет. Это котировальный список, это сектор роста, сектор РИИ, который тоже дает определенные преференции имитенту, субсидирование, поддержку МСП, Минэкономразвития, поэтому здесь достаточно большой спектр даже на фондовой бирже, компании, которые могут получить определенную поддержку. И для чего нужен рейтинг? Помимо этого, действительно, да, рейтинг нужен не только на фондовой бирже, рейтинг нужен, например, для оценки активов страховых компаний, там тоже есть требования регулятора, где тоже устанавливается минимальный порог актива, с которым могут вкладываться компании. Помимо этого, рейтингами пользуются финансовые организации, банки. По сути, это тоже достаточно массовая и частая история, когда при наличии рейтинга определенного уровня, может быть, да, там в зависимости от требований банка, компания может получить там больше лимит, лучше ставку, а для банка, соответственно, эта возможность тоже там в части резервирования тоже так обезопасится. Поэтому спектр применения, он достаточно широкий. Хорошо. Ну и, наверное, нельзя обойти вниманием вообще самого рейтингового агентства «Экспертра». Хотелось бы под завершение разговора о рейтингах поговорить непосредственно про вас, про то, чем ты занимаешься, как себя сейчас агентство чувствует, куда, так сказать, устремлены ваши устремления, извините за мою прекрасную постановочную речь. То есть, какие у вас сейчас позиции на рынке, какими сферами вы занимаетесь, не занимаетесь, куда планируете двигаться, развиваться, какие планы на этот год. Мы вот очень любим все ваши мероприятия посещать, потому что это профильные конференции, где собирается весь рынок, много чего полезного можно узнать. Расскажи вообще про само агентство, про то, чем ты в нем занимаешься. Не знаю, наш монтажер вставит это в начало или в конец. Да, под конец решили узнать, чем я там занимаюсь. Ну, самое интересное напоследок, чтобы оно оставалось в памяти людской надолго. Да, собственно, я Гульнас Галиева, управляющий директор отдела корпоративных рейтингов. Представлюсь. Я, кстати, тебя представлял. Нет, ты не представил, как я занимаюсь. Ну, я должность не сказал. Я интригу оставил, что все досмотрели до конца. Собственно, да. Я курирую направление именно оценки компаний, с которыми вы, в том числе, работаете, которых вы нам приводите или не приводите в работу. У нас, скажу про свое дело, да, у нас покрываем мы все корпоративные истории. Это не финансовые, холдинговые истории. И сейчас у нас в портфеле около 200 компаний, которые рейтингуются в нашем рейтинг-листе. Мы занимаем наибольшую долю рынка по покрытию. Что еще про нас? Нам 27 лет. Собственно, летом у нас такой празднуем, скажем так, наш день рождения. Наш день рождения. Поэтому, да, мы продолжаем удерживать лидирующие позиции. Это и наша задача тоже продолжать и дальше удерживать, делать качественную аналитику, присваивать рейтинги, делать анализ глубоким, качественным. Если вы обратите внимание, мы очень много работаем над тем, как мы предоставляем информацию. Мы поменяли формат наших пресс-релизов. В этом был запрос, в том числе, от рынка, от пользователей, от инвесторов, чтобы релизы были более читабельные, понятные. Поэтому мы там сделали разбивку, чтобы было четко видно, где какой параметр мы оцениваем. Скоро мы добавим еще инфографику. Поэтому мы постоянно работаем и совершенствуемся. По части, соответственно, наших мероприятий действительно мы проводим крупные, классные, качественные мероприятия. Вот 30 октября у нас будет большая наша облигационная конференция. Приглашаем. Приглашаем. Будем рады вас видеть. Придем. Будем рады вас видеть, да. И, как всегда, у нас там будет топовые представители в пленарке, крупнейшие банки, крупнейшие компании. Мы славимся тем, что у нас очень много представителей, эмитентов приходят к нам на конференции для того, чтобы сделать такую площадку для коммуникации разных участников рынка. Там и биржи, консультанты, организаторы, и банки, и инвесторы, и сами компании. Поэтому информации там очень много. Очень много актуальной и злободневной темы мы поднимаем. Жаркие, интересные дискуссии. И очень хороший, качественный контингент у нас собирается для того, чтобы эффективно поработать. Поэтому это из ближайших наших больших таких конференций. Ну и автопати у вас хорошая. Да, и, конечно же, да. Мы делаем вечернюю программу. Где развивается миф, что аналитики все скучные, закрытые и невеселые? Это неправда вообще. У меня вообще самые веселые и классные аналитики, я считаю. А вот ты сказала, ну, я не сомневаюсь, мне и ты, и они все очень нравятся. Поэтому мы приводим к вам эмитентов или не приводим. А вот эксперты раз занимают большую долю рынка. По последним, так сказать, оценкам сколько примерно? Смотри, тут можно смотреть в разрезе направлений, да, то есть вот корпораты, банки, страховые, регионы, ИСД и так далее. По каждому из направлений у нас больше доля. У нас большая доля зависит просто где-то там чуть большая доля, где-то чуть меньшая доля. Страховые у нас, например, вообще почти полное покрытие страхового рынка нами, да, там у коллег в агентствах там поменьше доля. В корпоратах, да, мы видим достаточно большой рост коллег из других рейтинговых агентств. Если мы говорим про долю уникальных рейтингов, у нас порядка, по-моему, 60% покрытия рынка по корпоративному сегменту. А вот как ты считаешь, бытует мнение, вот хотелось узнать ошибочно оно или нет, что поэтому за счет того, что эксперт РА покрывает большую часть рынка, он такой консервативный, и его рейтинги всегда, как говорят, там, может быть, чуть ниже, чем в другом агентстве присвоили, или нет такого, и все это наговоры. Максим, ну ты к нам просто очень это, по-особенному относишься. Я с любовью хочу разобраться. Ну, знаешь, на самом деле бытует разное мнение на рынке, и мы каждый раз, когда слышим какую-то новую оценку нашей работы, мы такие, о, интересно, потому что вот ты считаешь, что мы самые консервативные, есть представители на рынке, которые считают, что мы не самые консервативные, вас надо свести, и чтобы вы, наверное, дебаты устроили, почему вы считаете, что мы консервативные, а другие коллеги считают, что там другие рейтинговые агентства. Неплохая идея для облигационной конференции сделать отдельную какую-нибудь сессию, где обсуждать консервативный эксперт РА или не консервативный. Я думаю, что в целом работа рейтинговых агентств — это подходить консервативно к оценке. Я бы вот так это сформулировала, потому что это заложено в основу работы и оценки рейтинговых агентств. Когда компания нам дает какие-то свои, например, суперпозитивные планы, мы будем X3 расти, но при этом предпосылок нет. Задача рейтингового агентства, конечно, порадоваться за компанию, что она так хочет расти, но консервативно подойти и реалистично оценить финансовое положение компании и перспективы, планы ее развития. Поэтому, соответственно, в целом залог консерватизма у всех должен быть, рейтинговых агентств, по моему мнению. В каких-то позициях действительно есть. Мы видим по пересекающимся рейтингам, мы чуть консервативнее оценили. Есть рейтинги, по которым коллеги консервативнее оценили. Если мы говорим про публичные рейтинги, которые сейчас же в целом нет, не публичные, сейчас все публикуются. И исходя из того, что опубликовано, если сделать ресерч рынка, то там, собственно, видно и тот, и другой перекос. Поэтому тут не соглашусь, что мы самые консервативные и к нам не нужно приводить клиентов. Наговаривают все-таки те, кто считает вас консервативным. Максим Букин наговаривает. Я стараюсь быть как рейтинговое агентство, объективен. Ну, а если кроме шуток, то, конечно, задача рейтингового агентства все-таки постараться дать независимую объективную оценку деятельности компании, ее финное положение и выдать тот рейтинг, который, собственно, агентство считает подходящим для этой компании. Понятно, что если, не дай бог, случается все-таки дефолт, какой бы рейтинг, консервативный или неконсервативный не был, все равно будут инвесторы говорить, что ну куда же вы смотрелись, что же вы не присвоили сразу трипл С, а мы бы ничего не покупали. Но, к сожалению, от дефолтов никуда не денешься. Здесь, наверное, надо относиться как и к просрочке в банковском секторе, то есть она всегда, кредитование бизнеса была, есть и будет, есть допустимые значения. То же самое и касаемо дефолтов. Слава богу, у нас на рынке пока, скажем так, эти показатели не зашкаливающие достаточно все хорошо. Но, кстати, вот, если я не ошибаюсь, вы регулярно публикуете раз в год перспективы дефолтов на ближайший год или два, и в 22-м году была такая апокалиптический сценарий. В 23-м, как ты считаешь этот год, чем он нас порадует в кавычках, или наоборот нет каких-то перспектив глобальных дефолтов, большого их количества? Во-первых, мы не публикуем каждый год, да. Ты невнимательно следишь за нашими публикациями. Чаще или редко? Нет, смотри, как раз вот к осенней конференции, про которую я говорила, мы всегда выпускаем достаточно большой, многосторонний, глубокий обзор долгового рынка. И действительно, несколько лет, когда вот мы видели достаточно большое количество дефолтов, мы публиковали нашу оценку, какое количество дефолтов мы ожидаем увидеть предположительно там в следующем году, да, так как у нас конференция в конце года, по сути, выходит уже под конец, то мы про следующий год говорили обычно. В 22-м году действительно мы, это было недавно, мы все помним, с какой ситуацией мы были, да, какие эмоции переживали. И насколько неопределенным казалось будущее, и мы видели определенное повышение рисков, что количество дефолтов увеличится от того, что мы видели до этого. И поэтому действительно наши прогнозы на 23-й год, они были достаточно пессимистичными. Но мы, собственно, обосновывали, почему мы считаем, что дефолтов будет больше, потому что вот ситуация такая, рынок, ставки, неопределенность, схлопывается там все, да. Поэтому мы переживали и видели в этом риски. К счастью, наши опасения, они не реализовались, мы не видели такого количества дефолтов, мы увидели там, по-моему, 4 дефолта в итоге, хотя мы думали, что будет больше. Это в том числе и коммерческие облигации, там были 4, это я говорю, коммерческие, биржевые. Соответственно, в прошлом году, в 23-м, на 24-й год мы не озвучивали свои ожидания по дефолтам, мы не называли цифру энное количество, мы такого не говорили, но мы делали вывод, у нас был достаточно позитивный view на предстоящий год, что дефолтов будет меньше. Почему? Потому что, во-первых, все уже адаптировались к текущей ситуации, в том числе и средние компании тоже, и крупный бизнес тоже, ну да, с определенными, может быть, потерями и где-то подужались, но адаптировались. И более того, за счет того, что произошла такая достаточно уникальная ситуация, да, у нас было достаточно большое количество ликвидности на рынке, и не было никаких препятствий компаниям размещаться и рефинансировать свой долг. То есть те, кто добросовестно работают, они просто шли, размещались и им приносили эти деньги. Тут как бы ни для кого не секрет, рынок был достаточно активный, живой, поэтому мы для себя таких рисков и не выделяли, что сейчас посыпется какой-то там бум бум дефолтов, да. Нет, более того, там, где мы, ну так как мы покрываем достаточно большую часть рынка, да, у нас есть доступ к портфелям кредитных компаний, и мы смотрели риски рефинансирования в целом, какие есть у компании. Мы видели, что эти риски, они не очень высокие. И да, там у кого-то есть пики погашения, да, там на коротком горизонте. Но в среднем оно так было очень выровнено, и мы не видели для себя рисков, что компания не сможет исполнить свои обязательства, потому что нет коротких погашений на коротком горизонте, есть достаточная ликвидность и интерес со стороны инвесторов покупать эти облигации. Поэтому совокупность факторов, вот она нам давала вот делать такие выводы. При этом и тогда еще мы отмечали про то, что возможны дефолты, они даже не столько из-за того, что нет денег у компании, а потому что низкое качество корп управления. Мы уже тогда об этом писали, мы раньше об этом говорили, и тогда мы об этом тоже писали, что вероятность дефолта, она все равно остается, она исторически наработанная, то, что в моменте сейчас рынок такой, это не означает, что компании не будут дефолтить. Мы все равно видим дефолты, да, какие-то единичные, благо не массовые, но тем не менее. Ну, это все прогнозы прошлого года делались при низком ключе и уж совсем в завершении нашей беседы. Как по ощущениям скорректируется ли ваш прогноз, представленный, который представите в этом октябре, с учетом высокого ключа, который вот-вот, скорее всего, станет еще выше. Становится ли здесь больше рисков как раз вот для рефинансирования по действующим там эмитентам, по привлечению нового финансирования, ну, как следствие, все это там вытекает в те или иные дефолты? Конечно, мы видим определенное напряжение, которое испытывают компании с учетом возросшей ставки. Даже сейчас вот мы в процессе актуализации, мы смотрим свежую процентную нагрузку и мы видим, как компании определенный дискомфорт, они испытывают кто-то сильнее, кто-то не очень. Поэтому, да, конечно же, ставка влияет. Нельзя сказать, что нет, она не влияет, у всех все прекрасно. У кого-то может быть и да, но ставка правда оказывает влияние и правда давит на компанию, на ее финансовую устойчивость. Сходу сейчас сказать, какое количество дефолтов мы ждем в следующем году, наверное, я сейчас тебе не скажу. Во-первых, потому что мы не проводили такой анализ. Во-вторых, мы все еще видим, что компания достаточно устойчивая. Да, ставка длительно продолжает быть высокой, но даже с этой высокой ставкой компании размещаются, кредитуются. И в целом рынок достаточно живой, и компания тоже себя непросто, но в целом хорошо себя чувствует. Да, есть там единичные кейсы, которые потяжелее, но тем не менее в целом все нормально. Могло быть и хуже. 20% мы уже тоже проживали в 2022 году. Поэтому мы, конечно, надеемся, что мы не будем видеть вал дефолтов. А, собственно, что мы будем ожидать? Какие у нас будут прогнозы? Мы узнаем. Мы узнаем 30 октября. Правильно. Одним словом, будем жить и, как говорится, шоу Мозгон. Поэтому спасибо тебе большое. Сегодня у нас в гостях была Гульнас Галиева. Мы, надеюсь, только начали цикл интереснейших бесед, которые будем с тобой проводить регулярно. Приглашайте. Про рейтинги. Сегодня такая общая верхнеуровневая. Будем благодарны, если уважаемые инвесторы или эмитенты напишите вопросы, что важно осветить в беседах с рейтинговым агентством, потому что где вы еще можете, так сказать, от первого лица получить какие-то ответы на беспокоящие вас вопросы. Поэтому смело в чате пишите, отмечайте прям конкретные тезисы, моменты в пресс-релизах, что осветить, про что рассказать. Мы составим вопросы, пригласим снова Гульнас, позадаем ей эти вопросы и получим самые откровенные и качественные ответы. Поэтому ждем вопросы, пишите, оставайтесь с нами на нашем канале. Будем радовать вас другим полезным контентом. Ну, а тебе еще раз спасибо большое, что пришла. Жду в гости еще. Спасибо, Максим.